Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим такую ситуацию, как рентгеновские снимки обыкновенные, которые делаются в поликлиниках иногда, вот типа такого. Он ничем не отличается от ортопантомограммы, то есть снимка всех зубов. Что мы здесь видим? Мы видим, даже не 3D, мы здесь видим объемные изображения на 2D рисунке, то есть просто на листе бумаги. Что мы видим? Мы видим контуры зубов, мы видим контуры корней, мы видим коронки, мы видим челюсть, то есть и какие-то костные структуры. Что мы здесь еще видим? Ну, мы видим также, тут проходит нижнечелюстной канал, где он там дальше проходит, мы этого не видим. Также мы можем обратить внимание, что есть здесь вот какое-то образование темное пятно, скорее всего это гранулема такая, которую казалось бы, ну там можно полечить, попробовать. Теперь, кстати, иногда вот эту гранулему также на самом деле можно пропустить, почему? Потому что все зависит от качества снимка, оборудования. Плюс иногда вот в этом месте у нас кость достаточно плотная и мы можем просто не увидеть, то есть это может быть просто затерто и можем пропустить. Спокойно можем пропустить, не увидеть, то есть вот эту гранулемку и отпустить пациента. Поэтому мы довольно-таки часто назначаем дополнительную диагностику в виде компьютерной томограммы. Давайте посмотрим на эту ситуацию, вот на эту же ситуацию в разрезе, причем в трех различных плоскостях разрез. Получается здесь разрез споку и разрез сверху. Вот это у нас компьютерная томограмма. Вот то же самое, обратите внимание, то есть такой же панорамный типо снимок. Ну, здесь более почаще, конечно, мы видим какую-то проблему. Вот почему панорамный снимок, потому что у нас, получается, мы видим сейчас вот именно вот этот разрез, вот этот объем. То есть все вот эти структуры, которые находятся между двумя оранжевыми полосками, мы это все здесь видим. Поэтому здесь вот у нас именно не забито, а, как вам сказать, ну, смазано. То есть все эти структуры попадают вот на одну, получается, плоскость. Теперь сделаем разрез. Вот, что мы здесь видим? Вот я сейчас отдельно выставил. То есть мы сейчас видим именно разрез по вот этой красной полосе. И мы видим здесь не просто гранулем, а там огромная киста, в которую входит два корня. Вот, мало того, у нас получается, эта киста, она соединяется с нижнечелюстным каналом. Вот тут у нас нижнечелюстной канал. Я вам показываю. Здесь вот его уже проложили. И этот нижнечелюстной канал, в него, получается, опускается вот эта вот киста. Так, как я беру, там, и нам, и это вот так вот видно. То есть мы видим в трех проекциях. Мы видим здесь, мы видим сбоку, мы видим сверху. И вот, получается, давайте посмотрим так сверху, да, как у нас люди увеличат. Вот, получается, наш зуб. Мы начинаем опускаться вниз. Здесь пустой канал мы видим. Вот здесь у нас заполнил, тут у нас пусто. Сбоку этого не было видно. Почему? Потому что делается именно рентгеновский снимок с одной проекцией. И два корня накладываются. Поэтому второй мы можем не увидеть просто-напросто. Идем дальше. Что мы видим? Тоже вот начинает пустота появляться. Пустой, пустой. Видите, черный. Это не заполнено. То есть вот тут и белый, это пломбировочный материал. Здесь пусто, 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 пусто. Видно, здесь остатки оставались. Кровеноскососудисто-нервного пучка. Он начал подгнивать. И вся инфекция стала выходить. Но это стало... Ну, здесь тоже начинает пустота появляться. То есть здесь настолько все запущено уже. То есть это на самом деле не болит. А вообще никак у пациента это не болело. Абсолютно безболезненно это все развивается. Абсолютно безболезненно это все. И вот здесь вот посмотрим с этого ракурса. Видите, огромная. То есть все черные. То есть это пустота огромная. Сформирована. По сути, можно постараться побороться за этот зуб. Вот. Вылечить его. Гарантий на самом деле никаких не будет. Поставить его под наблюдение на полгода. Ну, и потом что-то делать. Или мы можем его удалить. И поставить сюда один имплотат. И сюда один имплотат. То есть здесь уже на выбор. Потому что лечение эндодатическое может не получиться. А может получиться. Все зависит от того, как организм себя поведет. Удастся ли пройти все каналы. Полностью все вычистить. То есть достаточно много всяких перемен. Которые будут влиять на выздоровление этого зуба. Ну и потом, с другой стороны, если посмотреть. Понимаете, этот у нас вот когда-то зуб был удален. Сейчас мы так поднимем. Здесь шестой зуб. Не видно это. Вот здесь шестой зуб должен был быть по размеру. То есть даже вот смотрите. Видите какой? Это наверху шестой зуб. Здесь он должен быть такой большой. Он когда-то был удален. И седьмой с восьмым зубом просто сместились. В бакте желания участвует седьмой зуб. Восьмерка тоже участвует. Но на самом деле не очень хорошо. Обратите внимание, как она располагается. То есть при движении вперед эта восьмерка постоянно упирается в седьмой зуб. Верхний. И разбивает друг друга. Не очень хорошая ситуация. Поэтому здесь будут удаляться на самом деле два зуба. И седьмой, и восьмой. И устанавливается один иплантат в этот. В это место. В другой иплантат в это место. И формироваться нормальные, полноценные коронки. В жевательном отделе на нижней челюсти. Ну и еще раз. То есть вот вам, пожалуйста, разница. Вот это мы видим в разрезе. Вот, кстати, вот пустой канал. Видите, черный какой. Это мы видим в разрезе. А это мы видим просто на панорамном снимке. Или на обыкновенном орентгеновском. Что в сути не меняет от ортопантомограммы. Вот в этом и есть разница ортопантомограммы или рентгена от компьютерной томограммы. Где мы можем увидеть весь зуб в трех проекциях. Спасибо.